еще недавно встать на право в грузии было довольно легко привлекало отсутствие экзамена город отсутствие коррупции и привычного нам вымогательства да и приятная цена вопроса немало подкупала грех был упустить возможность стать счастливым обладателем водительских прав которые к слову выдаются на 15 лет и действительно во всех странах участников ленской конвенции а как обстоят дела сейчас так ли это легко и вообще это реально скажите пожалуйста а возможно ли получить иностранным гражданам водительские права в грузии если обучение на русском языке и какие документы для этого требуется так а сколько вообще это стоит сегодня я отвечу на все ваши вопросы и распишу все в подробностях смотрите это видео до конца да да еще раз да иностранец может получить водительские права в грузии сделать это могут как уже умеющие водить машины так и те кто самого нуля в грузии можно учиться и сдавать экзамены на автомобильные права не только на грузинском и английском но и на других языках в том числе и на русском все это возможно все это реально я с паспортом молдовы говорю на русском и у меня получилось поэтому вопрос трудности перевода давайте откинем сразу здесь действительно нет ни взяток не вымогательства не бюрократических проволочек то есть привычных нам вещей забудьте больше скажу во время экзамена с вами разговаривает только компьютер инспектор не имеет права позже расскажу об этом с какого до какого возраста можно получить права частый вопрос специально уточнял 17 лет и дальше ограничения могут быть если только по состоянию здоровья еще в грузии нет обязательного обучения в автошколе если умеете водить знаете правила дорожного движения можете смело идти и сразу сдавать что для этого надо вы скоро узнаете хочу лишь посоветовать даже если вы водитель со стажем не стоит быть самонадеянным рекомендую взять инструктора и хотя по разу прокатать площадку и город кроме того есть некоторые тонкости и подсказки о которых вы узнаете только от инструктора и которые поверьте мне вам реально пригодятся я видел много правда много ребят с приличным стажем и с которыми самоуверенность сыграла злую шутку по четыре пять раз они не могли сдать экзамен да и в билетах тоже там не все так просто есть тонкостей о них я тоже расскажу по одному вопросу я уже кажется проболтался раньше времени да для тех кто еще не знает скажу совсем недавно в апреле 2022 года в грузии после долгих слухов и разговоров все-таки ввели экзамен город и так давайте же разбирать ситуацию все по порядку это грузия мы в батоме и весь тернистый путь к вершине обладания водительскими правами мы будем рассматривать именно отсюда сейчас я нахожусь на улице сели махимшешвили справа краснокнижная сетор и третья школа а по левую руку дом 9 и здесь расположена автошкола уступи пешеходу куда я предлагаю зайти тут мы сможем получить профессиональные ответы на интересующие нас вопросы знакомьтесь гуджа антидзе главный инструктор автошколы хранитель традиций властелин теории и практики в прошлом году мы уже разговаривали с гуджей это можно посмотреть по ссылке я оставлю внизу под видео с тех пор многое изменилось как цены так и то что теперь добавили экзамен город пришло время обновить информацию давай гуджа самого начала обращаются к нам в автошколе первые вопросы идут какие требования что получит права в грузии объясняем сразу что наша автошкола позволяет пройти этот курс идеологически и практически на русском языке а то есть возможность давать права и на английском и на разных языках это тоже плюс две одни потому что проходить курс это одно а сдавать это совсем другое доставать на права это часто бывает что не вначале то и всем лучше конечно ставать на в одном языке приходят когда в автошколу требуется что предоставили документы доставляющие личности или паспорт или как им удобно будет граждане не грузии должны предоставить так называемый пирога то есть удостоверение личности одни гражданам грузии требуется паспорт там у кого есть вещи приходят с этим документами потому что требуется в плей чтобы предоставить этот документом дальше начинается значит теоретический курс который длится течение месяца по будням работаем один час день и хватает один месяц 4 недели что этот форс все прошли прошли удачно стоимость теоретического курса 200 лари параллельно могут проследить уроки воздействия в площадку и по городу разная цена стоимость разная на площадке занимается когда 40 лари стоит один час по городу 50 лари один час количество уроков сами кому столько понадобится столько и берет эти уроки соответственно и платят так что сказать прямо так что вот назвать определенную сумму денег что столько-то столько понадобится это зависит от количества уроков которые вы будете получать от нас дальше пойдут сдавать когда после окончания курса уже в каи то есть где сдают экзамен требуются следующие документы что должны иметь оригинал паспорт перевод этого паспорта нотариально заверенный и медицинскую справку должны иметь несовершеннолетним еще свидетельство о растении и вот опека что знали что родители в курсе что они сдают на право перевод паспорта приблизительно разницы нет а в нотариум все делается где-то так 50 лари стоит и что медицинскую справку получили осмотреть полюбленика от 40 до 50 градусов ну в этом все мы даем направление правильное куда обратиться как чтобы им легче было короче добраться до цены дальше сначала сдают теоретический экзамен на что надо заранее зарегистрироваться это онлайн все происходит стоимость этого теоретического экзамена 56 плать в этом ходит практический экзамен то есть первый этап что он на площадку сдаете там за это не надо отдельно платить раньше было по-другому что те кандидаты которые сдавали на автомат платили 41 лари механика была бесплатна это поменялось сейчас одинаково этот 50 числа по 6 лари что заплатили это достаточно чтоб сдали и практику то есть первый этап то есть площадку чтобы сдали именно механики на автомат чтобы сдавать площадку даются 30 дней в течение 30 дней они должны сдать те упражнений которые сдается на площадке и вот 4 попытки в 5 поиск бесплатным получается и для механики для автоматики с первого раза не сдали через неделю дается бесплатный шанс те которые не хотят например ждать этот мету неделю тогда можете 31 лари заплатит и каждый тем ниже один раз бы хотит сдавать а этот экзамен там и одинаково то платит что на механике что на автомате после сдачи этого два этапа то есть диоретического и плаш-арту так стали потом в течение года вы должны сдать по городу экзамен месяц один раз дается возможность сдать этот экзамен за 90 лари но если хотите там досрочно сдать экзамен тогда можете 250 заплатить и ближайшую субботу и можете сдать значит досрочно скажем так за 250 сдавать экзамен конечно сложно в батуми из-за там специфики движения общей часто жалуются что все остальные водители там и соблюдают правила дорожного движения и сложно конечно сдавать и часто выбирают маленькие городишки где тоже можно оставать этот экзамен и поблизости у нас есть такой город маленький озургет и и позе еще и второй вариант такой часто входят люди там чтобы сдать этот экзамен но это тоже связано с проблемами потому что трассу не знаю то есть этот маршрут не знают и часто сталкиваются с проблемами в этом плане и не всегда находят русскоговорящего инструктора который четко объяснить что и как часто обращаются с этим вопросом те которые имеют права например как можно ли грузинские права получит то есть меняя например свои права на грузинскую там или возобновить или продолжить срок действия этих документов чисто теоретически как объясняют это возможно если официально не видим что короче найдут общие языки но это практически почти невозможно потому что например с россии иначе не сотрудничают там с украины с удовольствием но получить вот эти сведения о ваших правах там очень сложно становится и слишком долгий процесс и почти невозможно сказать лучше сдавать там и получить по-новому эти права тем более что эти люди и так умеют там водить и особо не трудно им сдавать да часто спрашивает тоже что крути так информацию и дезинформацию нашли этом что в этот добавляются новые там вопросы там насчет устройства автомобиля но нашли где то что это с 1 января уже зашли в силу это неправда с сентября месяца будет несколько вопросов добавлены и каждый кандидат получает права перед практическим экзаменом должны отвечать на 2 максимум вопросы об устройстве автомобиля там ну например где аккумулятор находится где мотор стоит например какие обслуживание нужны этим агрегатом но эти вопросы то есть ответы на эти вопросы мы найдем проходя эти курсы вождения там наши инструкторы все объясняют короче все объясняют все покажут так что это никакое это затруднение из-за этого не будет это мало важно ну как говорят это будет перед выходом в город перед экзаменом будут эти два вопроса давать там ничего так сложного не будет но это все сентября месяца да нашу категории а это категория для мотоциклистов там кто заинтересован значит ту же самую программу сдают теоретический курс то же самым что на категорию b но мотоциклисты сдают только площадку и что заплатили этот 50 числа это достаточно там чтобы ставить то и тот экзамен то есть теорию и практику после сдачи практического экзамена через три дня дается им права на категорию а и очень легко удается тем которые уже получили категорию b потому что программа одна и та же и практические уроки тоже есть у нас можем стать направление и приблизительно три-четыре урока достаточно чтоб минимальные навыки там отработать от мотоцикла там чтоб стали этот экзамен на чушь большого нет категория c это для грузовиков больше чем трех с половиной тонн и программа отличается там же требуется корочка с автошколы так называемый чтобы проходили курс теоретические практические в автошколах без этого документа там не примет на экзамен и программа остается совсем другое для категории c там другие вопросы мы правильно меняем ценой из отличается программа от категории b после сдачи теоретического экзамена они по лошадку тоже так же сдают как на циклести то есть на категории а и города не не сдают то после сдачи лошадки получают через 3 дня фрагу категории c спасибо гудже все предельно ясно и думаю мы достаточно прояснили ситуацию это информация надеюсь будет полезно данные автошколы я оставлю в описании этого видео еще раз документы первое паспорт иностранцы предоставляют паспорт у кого есть вид на жительство предоставляют вид на жительство а граждане грузии предоставляют идентификатор личности пера доба второе перевод паспорта на грузинский для предъявления в гаи если вы иностранец делается у нотариуса переводчика я делал на улице гаргеладзе сначала зашел по рекомендации на гаргеладзе 66 там было много народа пошел на гаргеладзе 2 это возле цирка вообще по бутуми много мест где можно сделать такой перевод я пришел сказал не для гаи перевод паспорта надо делайте такой сказали делаем и все стоимость такого перевода сейчас примерно 50 лари подскажите переводить внутренний паспорт рф или загран ребята паспорт и перевод паспорта по которому вы въехали в грузию продолжим 3 медицинская справка форма 100 делается в больнице или поликлинике имеющий лицензию на выдачу таких документов осмотр проходит быстро часы работы как правило с 10 до 17 обращайтесь в регистратуру платите от 40 до 60 стиллари вам выдают направлением прошли осмотр и форма 100 ваша с документами разобрались дальше на специальном сайте сэджинси ссылка в описании надо зарегистрироваться на экзамен забронировать дату и время сделать это можно через компьютер а также в уличных автоматах выбрав сервис эджинси лично для меня этот сайт темный лес там без помощи грузина не обойтись мне помог это сделать гуджи опять же еще один повод обратиться в автошколу напомню перед тем как приступить к регистрации вам необходимо иметь при себе паспорт и 56 лари на карте или наличными если оплачиваете в автомате а также грузинский номер телефона на который вам придет подтверждение оплаты sms с подтверждением потом в гаи могут спросить в то время как я регистрировался через сайт у меня еще не было банковской карты и девчонка которая сама училась в автошколе выручила оплатив картой а я и сразу дал наличные вот такой лайфхак но лучше иметь свою карту впоследствии когда в гаи придется оплачивать дальнейшие экзамены она вас очень выручит поехали дальше доки сделали все оплатили учитесь вы в автошколе или уже опытный водитель со знанием пдд все равно не теряйте время до назначенного экзамена открывайте сайт с тестами пдд и штудируйте билеты ссылку на сайт с билетами я также оставлю в описании под этим видео к билетам надо немного привыкнуть из-за сложно построенных предложений поначалу сложно понять что от вас хотят но постепенно привыкните и на экзамене будет легче билеты хорошо запоминаются есть такие вопросы которые надо просто тупо заучить на экзамене будут почти такие же билеты как и на сайте говорю почти потому что к примеру суммы штрафа в грузии за те или иные нарушения периодически меняются а на сайте остаются уже не актуальные устаревшие ответы сайт не спешит с обновлениями поэтому правильные ответы могут отличаться от тех что в билете а потому внимательно слушайте инструктора автошколы и записывайте запоминайте все что он скажет даже если вы водитель со стажем урок в автошколе пойдет на пользу на экзамене будут вопросы по всем направлениям и не надейтесь избежать тема штрафах я на этом погорел чуть позже расскажу в общем если вы новичок идите в автошколу если вы опытный водитель идите в автошколу не постесняйтесь взять урок с инструктором это выйдет проще и значительно дешевле чем потом закосячив снова идти пересдавать проверено знакомьтесь это серго самый популярный инструктор вождения в батуми спасибо наверное процентов 80 сдающих сегодня на механике прошли у него обучение и первые свои километры начинали наматывать именно здесь на этом автодроме полигон автодром или площадка называем как хотим ну в простонародье здесь принята площадка называем площадка площадка расположена на улице гоголя за метро петро за заправкой петро площадка здесь идентичная той что находится в гаи на улице арбеля не на той на которой вы будете сдавать экзамены вождение и здесь проходит занятие с инструктором выходит до нас 30 в найкрашую школу продолжим вы все оплатили всему научились все документы на руках и на экзамен записаны в назначенный день вы идете в гаи здесь в гаи вам предстоит сдать три экзамена теория площадка и город но будем последовательно сейчас идем сдавать теорию гаи в батуме располагается по адресу арбеля не 2 приходите туда чуть раньше назначенного времени примерно за полчаса чтобы занять очередь к столам регистрации увидите их номера 10 11 12 13 когда подошла ваша очередь подаете все нужные документы для внесения данных в базу у вас попросят паспорт перевод паспорта и медсправку для формального заполнения данных также спросят адрес проживания я дал адрес где на тот момент мы снимали квартиру могут спросить sms от сэженси это sms подтверждение бронирования экзамена с временем и номером вашей записи такое присылают из гаи после оплаты бронирования советую это sms за скринить и сохранить иначе придется потом рыться искать это sms у себя в телефоне далее вас фотографируют на веб-камеру это фото впоследствии будет красоваться на вашем водительском удостоверении как и автограф который вы оставите когда вас попросят расписаться заполнив ваши данные сотрудник желает успешной сдачи экзаменов и вы перемещаетесь к аудитории по соседству где и ждете начало теоретического экзамена скажите пожалуйста гражданину рф при регистрации на экзамен нужен гражданин грузии поручитель нет поручитель не нужен поехали дальше теория к назначенному времени открывается дверь и всю группу сдающих поочередно впускают в класс садитесь за компьютер экзаменатор спросит какой язык вам удобней и поможет настроить в компьютере вашу страничку скажет куда и что нажимать когда все настроено начинается экзамен экзамен можно сдавать на восьми языках в том числе и на русском в билете всего 30 вопросов допустимо три ошибки внимание лайфхак сложный вопрос можно пропустить оставить на потом чтобы не сделать горяча ошибку а после уже в оставшееся время спокойно хорошо обдумать и дать правильный ответ об этом вам тоже расскажет инструктор автошколы на экзамене не торопитесь времени хватит вдумывайтесь в каждый вопрос и внимательно рассматривайте картинку только потом щелкайте мышкой если мало ли вдруг завис компьютер обратитесь к экзаменатору сами ничего не щелкайте особенно повторно на ответ это тоже лайфхак просто запомните об этом вас также предупредит инструктор автошколы после успешной сдачи теории можно сразу идти сдавать площадку если экзамен теория не сдан придется снова записываться оплачивать пошлину и начинать все сначала снова ждать то время это число на который будет назначена когда я сдавал ближайшая запись была на через полтора-два месяца сейчас чуть полегче а тогда был настоящий ажиотаж все спешили успеть сдать на права до введения экзамена город аншлаг был полный из-за своей легкомысленности и самонадеянности первый свой экзамен по теории как вы уже наверное поняли я завалил решил что мне достаточно того что я хорошо знаю знаки перекрестки регулировщика а штрафы знать это удел гаишников пусть они их запоминают думал если попадется такой вопрос то подумаешь сделаю одну ошибку и ладно ничего страшного в результате не прокатило как назло на экзамене именно такие темы и попались я занервничал на том и погорел вот так по своей глупости я вовремя не сдал а дальше ввели город а это дополнительные нервы время и немалые денежные расходы поэтому настоятельно рекомендую заранее максимально ответственно подойти к подготовке к экзаменам практический экзамен площадка надеюсь к этому времени вы уже сделали свой выбор раздавать на механику или на автомат ведь здесь есть тонкости на автомате проще но если вы сдаете на механику у вас есть право вождения как механики так и автомата а вот если сдаете на автомате имеете право на вождение авто только лишь с автоматической коробкой передач механика запрещена Итак, после сдачи экзамена по теории вы идете на площадку. Лучше сдавать сразу в тот же день, чтобы не терять время. Это на тот случай, если вам понадобятся еще попытки и вы со своими пятью возможными, чтобы могли вложиться в 30 допустимых дней. Кто знает, вдруг не получится сдать с первого раза. Зачем терять возможность? Возле площадки есть зона ожидания под навесом. Под этим навесом собираются очереди желающих сдать второй экзамен. Там всегда есть народ, вы ее увидите. Идете туда и записываетесь в очередь. Возможно, там будут лежать два листка. Первый листок это очередь на сдачу в механике. Второй листок очередь на сдачу на автомате. Выбираете нужный и вписываете свою фамилию. Но листки эти есть не всегда. Первый раз, когда я сдавал, они были, а во второй уже не было и в последнее время не наблюдалось. Записываются просто в порядке живой очереди. Да, вы правильно услышали, я и площадку не сдал с первого раза. Нервы делали свое дело, но и по глупости я тоже допускал ошибки. К примеру, при выполнении третьего элемента, заезд в гараж задним ходом, мне показалось, что слишком близко к левой стойке захожу. Почему-то решил выпендриться, выровнять машину, чтобы заехать идеально. Хотя и так нормально заходил, но я дал первую скорость и проехал чуть вперед, прозвучало «экзамен окончен, вы не сдали». Оказывается, в жизни так можно, а вот на экзамене это читается как изменение направления, что недопустимо. Честно говоря, я об этом не знал, потому вам и рассказываю, чтобы предупредить. Ребята, на экзамене никакой самодеятельности, никакого пижонства, полная собранность и четкое выполнение установок и рекомендаций инструктора. Еще раз проанализируйте, хотите вы сдавать на автомате или механике. Если этот экзамен сдадите на автомате, у вас уже не будет возможности передумать и сдавать потом город на механике. Тоже, думаю, надо предупредить. В права пойдет пометка, что вы не можете управлять автомобилем с механической коробкой передач, только автомат. Так, вернемся снова на площадку. Здесь вы видите новенькие автомобили Шкода, сдавать вождение вы будете на них. Все автомобили оборудованы камерами и датчиками для большей автоматизации процесса и дабы исключить влияние сотрудника полиции на процесс сдачи экзамена. Инспектор физически присутствует, но говорить, подсказывать не имеет права. Это расценивается как заинтересованная помощь сдающему. Все компьютеризировано, идешь по приборам и оценивают датчики. Пришла ваша очередь, сели в машину, предъявили инспектору паспорт. Он отметит вас в базе и спросит, на каком языке вам удобно прослушать условия сдачи экзамена. Потом включается голосовая запись и вы внимательно прослушиваете разъяснение правил. Если есть вопросы, можно задать. После того, как он спросит, все ли вы поняли и готовы ли к сдаче, с момента, как вы ответите «да», начинается экзамен. С экзаменатором уже не имеете права общаться, это грозит ему увольнением. Не забудьте пристегнуться и ни на что не отвлекайтесь. Заводите автомобиль, включаете первую передачу, снимаете с ручника и поехали сдавать. Изначально дается 100 баллов. Мелкие ошибки позволительны, но каждое нарушение эти баллы снимает. Если у вас менее 61 балла, экзамен не сдан. На площадке вам предстоит пройти всего 6 элементов. Первое. Параллельная парковка, так называемая диагоналка. Второе. Эстакада или горка, остановка и начало движения на подъеме. Третье. Гараж, въезд в бок с задним ходом. Четвертое. Восьмерка. Пятое. Тупик, разворот в ограниченном пространстве. Шестое. Змейка. При завершении, пройдя все 6 элементов, останавливайтесь, переключаете коробку на нейтралку, поднимаете ручник, глушите движок и ставите на первую передачу. Все. Экзамен сдан. Снова оживает инспектор и слышим «Поздравляю с успешной сдачей экзамена». Бинго. Еще раз. Перед походом на этот экзамен очень рекомендую позаниматься с инструктором. Не все так легко, как может показаться на первый взгляд. Я видел там столько водителей со стажем, которые приходили сдавать третий, четвертый и даже пятый раз. Кстати, один из них так и не сдал. Завалился пять попыток. Обидно. А потому, еще раз, инструктор нужен. И помним, на площадке спокойствие на максимум. Никаких нервов. Все выполнять четко по установкам и подсказкам инструктора, у которого вы обучались. Никакой самодеятельности. И главное, не торопитесь. Все элементы проходите медленно, не спеша. Никто за вами не гонится. Полное спокойствие. Хотя легко сказать. Лично у меня от нервов нога на сцеплении тряслась. И потом, общаясь с ребятами, знаю, что я такой не один. У многих было так же. Если такое случилось с вами на экзамене, переключитесь. Отключитесь. Не думайте об этом. Пусть себе трясется на здоровье. И не думайте про экзаменатора. Поверьте, они там и не такое видали. Отбросьте лишние мысли и четко, аккуратно выполняйте то, что необходимо. Дальше. После сдачи площадки через 15 дней можно сдавать экзамен по вождению в городе. Для этого надо заранее забронировать день и время. Можно прямо в ГАИ это и сделать. На тех же самых стойках 10, 11, 12, 13. Там можно записаться и оплатить экзамен. Стоимость 91 лари. Если же так получилось, что площадку завалили, вы имеете право бесплатно пересдать ровно через неделю. В течение 30 календарных дней, один раз в неделю у вас есть шанс попытать счастье. Если не хотите ждать неделю, можно снова вернуться к тем же самым стойкам регистрации внутри ГАИ, заплатить 31 лари и сделать попытку сдать экзамен досрочно. Это можно делать один раз в день, но попыток всего 5. Практический экзамен город. В назначенный день приходите за 15-20 минут до начала экзамена, регистрируетесь на уже знакомых стойках 10, 11, 12 или 13, вас записывают, желают успешной сдачи экзамена, и вы идете и вам покажут куда к одному из выходов, и там ждете своего часа. Как и на площадке, экзамен проходит на тех же самых уже знакомых вам автомобилях Skoda Rapid. На данный момент в Батуме существует два экзаменационных маршрута, по одному из которых вы и поедете сдавать вождение в городе. Первый проходит через улицу Пушкина, выходит на Чавчавадзе и возвращаетесь в ГАИ. Второй маршрут проходит через Новый Бульвар. Ссылки я оставлю в описании под видео. В назначенное время инспектор пригласит вас в машину. Садитесь, не забудьте пристегнуться сами и обратите внимание, чтобы пристегнут был инспектор. Если он не пристегнут, порекомендуйте ему сделать это. Обратите внимание на зеркала, если надо, поправьте. Приведите сиденье в удобное положение, чтобы вам было комфортно. Экзаменатор даст прослушать минутное разъяснение правил, спросит, все ли вы поняли и готовы ли к сдаче. Как будете готовы, говорите «да». И с этого момента начался экзамен. Выжимаете сцепление, заводите автомобиль, включаете первую передачу, снимаете с ручника и медленно поехали к выезду. Не забывайте про поворотники и ручник. Ребята, не забываем ручник. Очень многие на этом обидно валятся в самом начале, еще не поехав. Руль держите двумя руками. Если вы уже водитель со стажем и вошло в привычку выкручивать руль одной рукой, придется переучиваться. Иначе не критичная, но все же ошибка. Все ошибки инспектор отмечает у себя в планшете. Максимально 12 ошибок, которые довольно шустро могут появляться у него на экране и сам не всегда понимаешь за что. Видел парня, который проехал весь маршрут, заехал в ГАИ и ему объявляют, вы не сдали. Оказывается, на радостях уже в самом конце он забыл включить поворотник, и это была последняя ошибка. И, конечно же, тоже обидная. Так что едем внимательно и с холодной головой. В городе на пешеходных переходах обязательно пропускаем всех пешеходов. Это строго. Придерживаемся скорости рекомендуемой правилами. На новом бульваре и на аллее героев, где есть простор, можно разогнаться, но не превышайте 60 км в час. Во время экзамена голосовой помощник будет вас предупреждать о том, где надо сделать поворот заранее, за 400 метров до него и непосредственно перед самим поворотом. Инструктор тоже может показать пальцем, указать вам направление, но не более того. Он не имеет права разговаривать сами и подсказывать, как ехать. Если вы на главной, двигайтесь уверенно, придерживайтесь своей полосы, следите за дистанцией, чтобы видны были колеса предыдущей машины. Если надо объехать препятствия мусорка там или олень, а у вас сплошная слева, проговаривайте вслух, что, мол, вынужденный объезд, дабы не создавать препятствия движению, правилами допустимый. Я вообще многие вещи проговаривал вслух. Так было веселее ехать с молчащим полицейским удовольствием такое себе. А проговаривать моменты нужно, чтобы инспектор понимал, что вы осознанно и уверенно выполняете движение. Проехав весь маршрут, вернулись обратно, поставили автомобиль на ручник, включили первопередачу, заглушили авто, экзамен сдан. Инспектор поздравил с успешной сдачей, все, это последний экзамен, вы водитель в законе. Через пять дней можно забрать свои новенькие водительские права, там же в ГАИ корпус Д. Мне уже через три дня пришло оповещение от Сэженси о том, что права готовы. Если не хотите ждать столько времени, оплачивайте 50 лари и в этот же день забираете. Желающие займите еще и корочку международных прав, могут их заказать за 110 лари и тоже получить сразу в тот же день. А вот если не сдали, снова идете к уже знакомым стойкам и записываетесь на ближайшее возможное время. И снова оплачиваете 91 лари. Перездавать можно раз в месяц в течение года. Если не хотите ждать, можно заплатить 250 лари и пройти экзамен досрочно. Эта досрочная пересдача проходит обычно по субботам. Можно и в другой день, но в будни экзаменационное время четко расписано и неизвестно, когда у инспектора появится окно, чтобы вас принять. Так можно и весь день там прождать. А потому все досрочники сдают по субботам. И в этот день надо прийти пораньше, лучше не позже 10 часов утра. ГАИ в субботу открывается в 10 часов и начинается запись. Живой очереди перед экзаменом в этот день уже нет. Инспектор вызывает досрочников пофамильно, в том порядке, в каком их зарегистрировали. Ну что, настало время включить бухгалтера и произвести калькуляцию. Подсчитаем пока только стоимость документов и экзаменов без обучения. Это для тех, кто уже умеет водить машину и знает ПДД. Итак, стоимость водительских прав без обучения. Документы. Перевод паспорта 50 лари. Медицинская справка 50 лари. Экзамены. Теория и площадка 56 лари. Город 91 лари. Итого 247 лари. Гражданам Грузии на 50 лари меньше. То есть минус стоимость перевода паспорта. Это мы с вами подсчитали идеально сданные экзамены без обучения. Для тех, кто уже умеет водить машину и знает ПДД. Теперь подсчитаем во сколько обойдется идеальная сдача экзаменов плюс обучение в автошколе. Для новичков. Стоимость водительских прав плюс обучение в автошколе. К имеющейся уже сумме за документы и экзамены прибавляем 200 лари за обучение. В итоге у нас получилась сумма 447 лари. Это идеальная сдача экзаменов плюс обучение в автошколе. Напомню, гражданам Грузии на 50 лари меньше, так как они не делают перевод паспорта. Как видите, мы подсчитали минимальную стоимость. В расчет не вошла оплата работы инструктора вождения, так как это индивидуально. Прибавляйте тут еще необходимое количество уроков и их стоимость. А также учитывайте тот вариант, что вы можете завалить какой-либо из экзаменов и вам придется переиздавать. А может и не раз. Это тоже надо считать индивидуально. Новичок вы или профи, плюсуйте сюда получение водительского удостоверения. Это тоже индивидуальная процедура, так как вам выбирать. Немного подождать и получить права бесплатно. Или если нет времени ждать, то плюсуйте к общей сумме 50 лари. Если вы хотите еще и корочку международных прав, то это плюс 110 лари. Также индивидуально вы можете подсчитать примерное время, необходимое для получения водительских прав. Все это я озвучил выше. Думаю, вам не составит труда произвести калькуляцию. Напишите мне в комментариях о своем опыте. Также дополняйте, если я что-то пропустил или о чем-то не сказал. Но это еще не все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Значит, вам эта тема интересна. А потому приглашаю подписаться на мой канал. Есть идея сделать приложение к этому выпуску с очень, поверьте, очень полезной для вас информацией. Которую никто еще не показывал и не рассказывал в таких подробностях и со всеми тонкостями. Это действительно будет очень полезный ролик. И я хочу, чтобы вы его не пропустили. А потому советую подписаться на мой канал. А нажмете колокольчик, так он вмиг оповестит вас о выходе этой самой полезности. Вы потом скажете мне спасибо и не раз. Уверен, что этот выпуск наберет много просмотров и лайков. Я увижу, что эта тема интересна. И это будет поводом мне, даст стимул, начать снимать его продолжение. Поэтому делитесь этим роликом со своими друзьями. И, конечно же, лайк мне за старания. Желаю вам всем, кому только еще предстоит пройти этот тернистый путь в получение заветной корочки водителя, успешной сдачи экзаменов и легкой дороги. Ни гвоздя, как говорится, ни жезла. До скорой встречи. Оставайтесь на плаву. Субтитры сделал DimaTorzok